В Каире началась расшифровка черных ящиков разбившегося в Египте самолета компании «Когалымавиа». Это значит, они не повреждены, в противном случае бортовые самописцы отвезли бы во Францию. На земле идет операция по поиску обломков, проверяют буквально каждый сантиметр для установления истины. Все имеет значение, каждая деталь самолета. Отрабатываются все версии, но выводы пока делать рано. Эксперты должны закончить работу. Что стало известно к этому часу о ходе расследования в материале Ильи Костина. Российские спасатели приступили к третьему этапу поисковой операции в районе крушения аэробуса. Зона работ вновь расширена. Рельеф местности сложный. Многие обломки утопают в песке или лежат в глубоких расщелинах. Зона чрезвычайной ситуации, 30 км2, должна быть обследована по сантиметру. Там, где нужно просеять песок, совместно с маком организовать и эту работу. Там, где нужно еще раз проверить, перепроверить те участки, где возможно нахождение элементов конструкции самолета, еще раз проверяйте. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации пока крайне осторожно говорят о возможных версиях и причинах катастрофы. Информацию о том, что российские специалисты уже начали работу с черными ящиками, подтвердил вечером глава Минтранса Максим Соколов. Он отметил, что независимость работы технической комиссии будет обеспечиваться в соответствии с 13-м пунктом Чикагской конвенции, которая предоставляет полномочному органу по расследованию авиационных происшествий неограниченные полномочия на его проведение. На каждом этапе расследования наши специалисты должны будут принимать участие во всех его аспектах, включая считывание записи самописцев бортовых и наземных магнитофонов, анализ всей имеющейся информации. Они должны получить доступ ко всем вещественным доказательствам, делать по ходу расследования все необходимые заявления и комментарии, а также принимать участие в осмотре агрегата воздушного судна и испытаниях и моделировании самого события. И, конечно же, получать показания свидетелей. Контакт между сторонами уже налажен. Российские следователи, криминалисты и медики в аэропорту Каира провели сегодня совещание со своими египетскими коллегами. Сегодня представитель Следственного комитета России Александр Бастык вместе с группой следователей и криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета прибыл в Каир. Несмотря на то, что компетентные органы Египта оказывают всяческое содействие следователям и криминалистам Следственного комитета на месте происшествия, действиям российских следователей очень важно придать процессуальный статус, который позволит закреплять и фиксировать следы происшествия в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Официально представитель египетских властей сообщил сегодня, что процесс расшифровки бортовых самописцев займет от одной до четырех недель. В Министерстве гражданской авиации Египта подтвердили, оба обнаруженных черных ящика в хорошем состоянии. В одном из них содержится информация о состоянии систем лайнера, в другом – переговоры пилотов и происходящее в салоне самолета. Между тем, некий информированный источник в Каире заявил агентству «Интерфакс», что якобы из записи переговоров пилотов с диспетчерами следует, будто за четыре минуты до исчезновения лайнера с экранов радаров ситуация на борту оставалась штатной и ничто не указывало на какие-нибудь неполадки. А прямо перед тем, как локаторы перестали видеть аэробус, появились звуки, не характерные для полета в обычном режиме. Просто так услышать шумы диспетчер не мог. Просто. А это возможно только в одном случае, если, допустим, что-то случилось на борту, взрыв, мгновенная разгерметизация. Кто-то из членов экипажа схватился за ручку управления. На аэробасах нет штурвала. Там есть джойстик, ручка управления. На этой ручке находится кнопка радио. И кто-то из членов экипажа пытался доложить, нажал эту кнопку радио и, может быть, остатки этого шума услышал диспетчер. По данным всё того же источника, произошло нечто, ставшее для экипажа неожиданностью. И лётчики просто не успели подать сигнал бедствия. Что это могло быть? Авиационные эксперты говорят о возможной разгерметизации салона, когда процесс выравнивания давления кабины с наружным давлением происходит очень быстро. Причиной могла стать даже небольшая трещина в несущих конструкциях самолёта. Попал и в турбулентную зону, может быть, там и какая-то воздушная яма была, может, ещё что-то такое. Шов мог буквально на один миллиметр разойтись. И этого нет, достаточно на этой скорости взлёта 600-700 километров, а на эшелон он выходит и на 800 километров. Достаточно, чтобы поток воздуха туда попал, и образовалась щель, и произошла разгерметизация и, так сказать, внутренний разрыв. Как подтвердили накануне в Кагалым авиа, ещё 14 лет назад при посадке в Каире, этот аэробус, летавший тогда под флагом ливанских авиалиний, сильно ударился хвостовой частью о взлётно-посадочную полосу, вследствие чего была нарушена геометрия конструкции. Подобные инциденты происходят время от времени, как при посадке, так и взлёте лайнеров. Очень важно, чтобы ремонт после этого был произведён, что называется, по технологии. Иначе под воздействием нагрузок в металле могут постепенно образоваться трещины. Кагалым авиа утверждают, что в случае с их лайнером ремонт производился во Франции, в Тулузе, на заводе «Эйрбас». В Межгосударственную техническую комиссию, которая занимается расследованием, помимо российских и египетских специалистов вошли представители Франции, государство-разработчика лайнера и ирландской лизинговой компании, которой принадлежал разбившийся самолёт. Возможные версии и гипотезы того, что же произошло с лайнером, сейчас активно обсуждают авиационные специалисты по всему миру. Есть два возможных варианта. Один — бомба на борту, которая взорвалась, что объясняет, возможно, то, что пилот не послал сигнал тревоги. У него просто на это не было времени. Взрыв произошёл мгновенно. И второе — серьёзные какие-то технические проблемы. Взрыв двигателя, например. И сегодня же агентство РИА Новости со ссылкой на египетского судмедэксперта, который принимал участие в процедуре осмотра, сообщило, что характер повреждений тел пассажиров, разбившегося в Египте самолёта, может указывать на то, что до столкновения с землёй на борту лайнера произошёл взрыв. Впрочем, ещё накануне тоже агентство передавало, что на тех частях «Эйрбас», которые уже исследованы, следов взрывчатых веществ не обнаружено. То, что пилоты не успели подать СОС, является, как мне кажется, свидетельством, ну, как минимум двух вещей. Одно — это то, что они в создавшейся ситуации пытались бороться за живучесть самолёта, спасти пассажиров, спасти самолёт, спасти экипаж. И им просто было не до того, чтобы устанавливать код ответчика в сигнал бедствия или выходить на связь. Либо они к этому моменту могли потерять сознание, либо они уже не были в живых. Что касается версии возможной террористической атаки Земли, то она пока маловероятна. Аналитики отмечают, что у экстремистских группировок, которые осуществляют вылазки в этом районе, в распоряжении есть только переносные зенитно-ракетные комплексы. Используя имеющееся у них оружие, они просто не достали бы до лайнера. Специальное заявление на эту тему сделал сегодня и президент Египта. Пропагандистские заявления о том, что самолёт был сбит боевиками, направлены лишь на дестабилизацию обстановки в этом регионе и на то, чтобы испортить имидж Египта. Поверьте мне, ситуация на Синае, особенно в этом ограниченном пространстве, находится под нашим полным контролем. По словам источников, знакомых с ходом расследования, среди обломков обнаружены некие элементы, не относящиеся к самолёту. Что это за элементы, пока неизвестно. Они также направлены на экспертизу. Окончательно запутали всех сообщения из США. Там рассказали о наблюдениях американского спутника в день катастрофы. Как передают телеканалы CBS и NBC со ссылкой на источник в Пентагоне, спутник засёк вспышку в последние минуты полёта. Сейчас данные ещё анализируются. Предстоит понять, что именно вызвало вспышку, зафиксированную, как позже уточнили в эфире CNN, именно в воздухе. Илья Костин, Наталья Голубь, Дмитрий Синицын, Рушан Умяров, Первый канал.